Сейчас я покажу, как я отправляю посылку через InPost. Закрываю ИП по-белорусски или по-польски. Это деляльность господарча. И нужно вернуть кассу. Оказывается, в Беларуси, если что, допустим, да, кассу можно продать. А в Польше нужно просто ее выбросить. Хотя касса стоит 1350 злотых. Ну, в общем, смотрите, как отправить. Я ввожу данные человека, кому нужно отправить. Тут выбираю пункт, куда нужно отправить. Можно выбрать на карте. Допустим, мы здесь в Варшаве, да. Отправляем и в другой город. А мне человек дал номер почкомата. Вставляем номер почкомата. Вот он. Так, выбрали. Дальше. Здесь у нас подтверждаем. И оплата будет бликом. Можно карточкой, можно бликом. Нажимаем дальше. Вот мы выбрали среднюю посылку. У нас посылка 15 сантиметров шириной. И оплачиваем бликом. Написать надо код блик. Так, ждем. Подтвердить нужно платеж. Так. Подтвердили. Окей. И все. Аплата соно зарабены. Вот наш штрих-код, к которому мы сейчас пойдем к почкомату. И отправим посылку. Сейчас я подкажу само приложение. Так. Так. Вот оно приложение InPost. Так, что мы тут можем посмотреть. Вот посылки, которые нам приходят. А вот которые мы отправляем. То есть, вот моя посылка, которую я только что сделал. Чтобы добавить новую. То есть, добавляем. Выбираем. Либо в почкомат, либо на дом. Вот выбираем, допустим, среднюю посылку. Ну и разница в цене. Можете посмотреть. Средняя так. 15 стоит. А если на дом, 17. Небольшая разница. Ну, почкомат, почкомат. Потом дальше. И все. Вводим данные, которые я так что показал. Оплачиваем. Идем отправлять. На посылке ничего, никаких обозначений. Просто пакет заплатовал. Этого ничего не требуется. Так. Приложение наше. Вот. То, что мы подготовили. Нажимаем сюда. Появляется QR-код. Нажимаем QR-код. И вот сюда нужно пикнуть. Должна открыться какая-то кабинка. Оп. Открылась. Готово. Вернемся. Может, подтвердить, что мне надо? Все. Посылки отправлю. Так, раз я затронул тему кассы, сразу расскажу. Допустим, если вы открыли бизнес Польши, и вам нужно делать продажу физическим лицам, то при превышении суммы 10 тысяч в год вам нужно купить кассу. Вот у меня сумма превысила, и мне нужно было купить кассу. Я ей купил за 1350 злотых. Дальше ты подаешь там заявление в Ужонт, и тебе делают возврат 700 злотых. Ну, и как бы недорого получается. Но я не знал такой вещи, что когда я буду закрывать, оказывается, эта касса будет ничего не стоить. В общем, как я позвонил, спросил, сколько вы можете за эту кассу заплатить. Он говорит, я могу тебя купить за 5 злотых, тот человек, который мне продал эту фирму. Почему? Потому что сама касса, говорит, ничего не стоит, а стоит именно программное обеспечение. То есть установить программное обеспечение в 1200 злотых. Ну, и, соответственно, нет смысла кассу продавать, ее можно просто выбросить. В итоге я закрываю деляльность, выбрасываю эту кассу, за которую заплатил 1300. И еще мне нужно вернуть 700 злотых в Ужонт, потому что не прошло 3 года. То есть я должен пользоваться 3 года, и тогда деньги эти не нужно возвращать. А я попользовался полгода, и мне нужно вернуть еще 700 злотых. Вот такие дела. Так что не все так просто, надо сразу узнавать, как открыть бизнес, как закрыть бизнес. Ну, у нас не запланировано, он закрывается. Как бы мы думали работать, но на самом деле уезжаем в другую страну и закрываем. Подписывайтесь на наш канал, будем открывать бизнес в другой стране, потом расскажу, где. Еще один момент. Мне нужно заплатить 220 злотых, чтобы закрыть кассу. Для этого я ее отправляю через почкомат на ту фирму, где покупал. Они сделают вычетку данных, передадут эти данные в налоговую и отправят мне документы. И после этого я могу кассу либо продать, либо, не знаю, что-то есть нужно. Может, хранить ее нужно. В общем, это я еще спрошу, что с ней делать. Может, просто выборшу и все. Продолжение следует...